Аутизм это проблема, которая находится сейчас в обществе, и люди, которые больны аутизмом, нам не стоит от них отказываться. Они также часть нашего общества, поэтому мы должны с уважением к ним относиться. Аутизм это болезненное состояние психики, когда человек старается отградиться от других, он замкнут в себе. Ему нужна наша помощь, и мне кажется, таким людям надо помогать в первую очередь. Я знаю, что много известных людей были больны этим расстройством, такие как Ван Гог, Моцарт, Билл Гейтс. Аутизм болеют и мужчины, и женщины, и дети, и эти люди среди нас, и мы должны им помогать, не отказываться от них. Таких историй, как это, сотни, и все они без исключения достойны внимания. Об этом нужно знать, об этом необходимо говорить. Быть может, тогда в мире люди станут меньше отводить глаза в сторону, видя детей дождя, детей солнца, особенных малышей. Девятилетний Матвей Вельгас – мальчик-загадка. До двух лет он развивался, как обычный ребенок, и лишь на третьем году жизни малыша его мама стала замечать. С ее сыном что-то не так. Врачи очереди, медицинские обследования. Как результат, в больничном листе диагноз – аутизм. Для нас это, конечно, было шоком. Наверное, года два понадобилось, чтобы смириться и понять, что надо идти дальше. До этого мы… Сначала была и стадия отрицания, и попытки просто сделать все и невозможное. А сейчас мы просто приняли его таким, какой он есть, и стараемся… Кто-то, вот я не помню, из великих сказал, что обычные родители готовят детей к этому миру, а задача таких родителей, как мы, подготовить мир к этому ребенку. И с этими задачами родители справляются отлично, не забывая относиться ко всему с ноткой творчества. А потому неудивителен ажиотаж вокруг первой фотовыставки девятилетнего Матвея Вельгаса. Здесь, возле Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул», собрались неравнодушные брещане не только для того, чтобы познакомиться с творчеством мальчика, но и поддержать инициаторов мероприятия, которые помогают людям, страдающим аутизмом, говоря всем, чужой беды не бывает. Поводом послужила сама жизнь. Все мы живем, все мы развиваемся, но, к сожалению, эта проблема является актуальной в наш развитый 21 век. Ежегодно детей с аутизмом на 14% во всем мире становится все больше и больше. Поэтому в целях воспитания толерантного отношения к детям с особенностями развития и конкретно к детям с аутизмом наше сегодняшнее мероприятие посвящено. Он фотографирует все. Вот, ну, может быть, снимите изнутри где-то что-то, глазок изнутри, вот там у нас есть валенок изнутри. Он научился пользоваться фильтрами разными, поэтому с отражениями, с какой-то мозаикой. И мы стали замечать, я сначала это все стирала, а потом стала замечать, что действительно что-то интересное, что-то он такое ловит. В принципе, если ребенка оставить одного в пустой комнате и дать ему фотоаппарат, он найдет, что сфотографировать. Сегодня тема аутизма остается малоизученной. Что это за недуг, мало понятно даже людям, которые пишут на эту тему научные работы. Болезнь ли это или особенности развития и поведения до сих пор остается загадкой. А потому все, что остается делать сегодня врачам, психологам и родителям, которые лицом к лицу столкнулись с бедой, не дать этим особенным малышам быть оставленными и брошенными. Родительская любовь и труд творят чудеса. Редактор субтитров А.Семкин